Здравия желаю, уважаемые зрители. Тема сегодня электрический ток. Сейчас нарисуем. Значит так. Что такое электрический ток? Вернее даже это заряды. Вот нам говорят, есть плюс, плюс, два провода. По одному плюс течёт, по второму минус. Вернее не так. Минус. Это бред. Не может быть зарядов минусовых никогда. Разве есть минусовая колбаса или минусовая картошка, или минусовой медведь? Да нету. То есть это не минус. Это враньё. Это ноль. То есть второй провод это ноль. Или очень малый заряд. Или ноль, или очень малый. Но никак не минус. То есть он или заряжен на ноль, нет заряда вообще. Хотя такого не может быть. Ну ничтожно малый. Почитаем, что это ноль. Далее. И вот когда, значит, плюс идёт. И вот, допустим, лампочка. У нас. А тут минус. Что происходит? Плюс заряд. Заряд. Или фаза. Пошёл сюда. Бах! И встретился с нулём. Что произошло? Произошло, значит, короткое замыкание. То есть заряженное, а тут ноль. То есть в это время происходит или огонь, искры, огонь. Это вы видите, когда короткое замыкание, искра, огонь идёт. То есть заряд – это, значит, огонь, который в проводе идёт. Огонь. Но он холодный. Почему? Потому что его скорость, напряжение, очень высокая. Поэтому он холодный. Чем меньше скорость, вы замечали, меньше скорость, допустим, начинается нагрев. То есть меньше напряжение, начинается нагрев. Если сила большая, допустим. Поэтому для низкого напряжения и, допустим, мощности 100 Ватт, допустим, провод делают там в 5 раз толще. Чем если, допустим, мы поставим 220, 220 лампочка на 100. Нам хватит 1 мм сечения диаметра 1 мм провода. А если та же самая на 100 Ватт, нам надо 10 мм, чтобы не грелось. То есть ток – это, значит, огонь, который протекает быстро. И вот при встрече вот здесь, вот он, как течёт заряд. Здесь нет заряда, это ноль. Он течёт сюда, вот по спирали, вот спираль лампочки. Вот спираль лампочки. И вот он пошёл. Раз. И тут как бы огонь. Но так как здесь спираль лампочки, даёт сопротивление, и она начинает нагреваться. А если спирали нет, вот так напрямую, тут искры посыпятся. Посыпятся искры. Может загореться. Вот это вот, значит, постоянный ток. Постоянный ток. Постоянный ток, он, значит, он имеет очень, значит, всё равно он, как бы, имеет, значит, чистоту. Нет такого, что без чистоты. Но чистоту очень-очень высокую. То есть, допустим, переменный 50 Гц, а тут может быть 500-1000 Гц. И поэтому мы это не замечаем, нам кажется, что он постоянный. Вот это постоянный ток. То есть, плюс, или фаза, можно даже называть фаза. Фаза даже, можно назвать, а не плюс. И ноль. И ноль. А теперь возьмём переменный. Тут понятнее, тут фаза и ноль. 220. 220. Фаза и ноль. И то же самое. Лампочка. Спираль вот. Спираль. Фаза пошла, то есть заряд пошёл, тепло. То есть, огонь заключённых провода. Почему провода не горят? Да потому что скорость передвижения этого тепла очень большая. Поэтому провода холодные, если правильно подобраны они. И правильно подобрана нагрузка. И встречается с нулём, опять через спираль. Спираль начинает нагреваться. А если так же соединить, пойдут искры. Дальше. Есть системы, допустим, две фазы. Фаза одна. Фаза один. Фаза два. Фаза три даже есть. Фаза три. Тут по-другому. Тут нет нуля. А что тут происходит? Значит, вот эта вот фаза, значит, фаза одна, значит, по времени, по времени, или фаза вторая по времени, она как бы раньше. То есть по времени опережает. По времени. И раз здесь большая чистота, то есть вот такие волны, вот так вот волны идут. И здесь волны. Чистота. То получается, а это по-другому времени, это чуть медленнее. Это тоже. И вот между ними, в тот момент, когда здесь на пике, здесь вот на этом, вот. Вот так вот. А здесь спад. И поэтому между двумя фазами 380. Две фазы, допустим, 380. Две фазы, то они 220 и 220. Но с нулем. С нулем. Они дают 220. Вот между фазой и нулем 220. Вот. Но. Здесь всего 380. Должно 220 и 220, 440 быть. Но нет 440, потому что здесь, когда идет вот эта частота, напряжение здесь падает. То есть они говорят, что он идет на минус. Ни на какой минус он не идет. Просто идет частота, то есть спад напряжения. Напряжение выше, напряжение ниже. А здесь наоборот. И вот у них вот между вот высшей точкой и низшей происходит, значит, разность потенциала. И поэтому 380. Так же и здесь. Можно и 3 фазы, и 4, и так далее. Вот что вкратце. То есть никакого плюса, минуса нет. Ну, плюс может и есть. Можно плюс назвать эту же фазу. Можно назвать плюс. Но минуса нету. Потому что минуса... Ну, нету минуса. Это не реальность. Оно не существует. Это только в воспаленном мозгу физиков-теоретиков могут возникнуть минусы. То есть вот по такой схеме действует электрический ток. Значит, электрический ток у нас это движение огня. Движение огня, но очень ускоренное. И этот огонь, значит, летит по проводу ускоренно, поэтому провод не нагревается. Но этот огонь должен иметь ноль. Для того, чтобы он... То есть он должен иметь какую-то точку, где холодная или меньше температура. И вот между ними вспыхивает как бы огонь. Ну, это вы видели. Когда вы замыкаете провода, вот, допустим, фаза. Фаза. А вот ноль. Вот здесь замкнули и искры посыпались. То есть это уже... На практическом опыте попробуйте замкнуть. Не надо замыкать 220. А попробуйте замкнуть даже батарейку там на 12 вольт. Там две клеммы. Как пишут они, плюс и минус. Ну, это ноль. Это не минус, это ноль. Но они пишут минус. Пусть пишут. Идиоты, пусть пишут. Вот вы замкните, будет огонь в этом месте. Ну, на этом всё. Если есть вопросы, пишите. Спасибо.